Это всегда порция любви к себе. Там семья, дом, муж, дети, собачки, работа. Теперь я знаю, что полным женщинам тоже можно выглядеть и модно, и удобно. Украшение на самом деле штука коварная. Потому что нужно выходить из зоны комфорта, чтобы почувствовать вот этот драйв, вот эту жизнь. Появился тот забытый, наверное, огонек в глазах. Если на протяжении нескольких месяцев работать над собой, то обязательно возникнет потребность изменить свою внешность. Именно поэтому логическим завершением проекта «Леди Мармелад» является фотосессия в новых образах. Появился тот забытый, наверное, огонек в глазах. Потому что в силу своей профессии, в силу своей деятельности, у меня больше преобладает, наверное, мужских черт характера. Потому что я руководитель. А здесь нас раскрыли и раскрывается моя женственность, которая когда-то была утеряна. Мы все абсолютно красивые. Не в зависимости, сколько ты весишь. Если ты любишь себя, тебя обязательно полюбят другие. И в первую очередь нужно всегда верить в себя. То есть всегда, никогда не терять ни в коем случае веру в себя. И тогда все обязательно получится. Стилист «Плюс Сайз» Ольга Харитонова работала с участницами с самого первого дня. Вдохновляла, наставляла, подбирала комплекты. В первую очередь, вот этот проект, это, конечно, люди. Это общение, это выход из зоны комфорта. Здесь девчонки видят себя совсем другими. Там семья, дом, муж, дети, собачки, работа. Здесь совсем другая обстановка. Здесь общение, здесь мастер-классы. Здесь они смотрят на себя прям с другой стороны. Они пробуют что-то новое, которое пригодится им в жизни 100%. То есть никакой лишней информации, в принципе, в проекте не было. Все для того, чтобы девчонки могли использовать и дальше как-то с этим жить и использовать в своей жизни для качественной жизни. Давайте еще раз рассмотрим образ Юли. Только сейчас мы будем смотреть его уже со стороны аксессуаров. В данном случае мы использовали цепь золотую с теплым подтоном. Но мы надели ее наоборот, чтобы перебора здесь не было. Потому что не хочется перегружать. Украшение, на самом деле, штука коварная. Чуть больше добавил и все, образ теряется. И мало тоже. То есть всегда нужна мера. Здесь мы добавили цепь наоборот. И браслетик, который не такой уж и явный. То есть можем его повернуть и так. Бояться не нужно. Нужно пробовать, нужно экспериментировать. Просто выбрать для себя нужные цвета, нужные текстуры ткани. И все будет просто замечательно. Не надо иметь большой гардероб. Можно несколько иметь базовых вещей, которые могут не увеличить твои объемы, а скрасить объемы, быть более изящной и не бояться. Дело в том, что я муниципальным служащим была до недавнего времени. И у меня была только строгая одежда. Четко под расходом. А тут как бы была возможность. Мы примерили спорт шик. И в принципе очень идет. И это интересно. И у меня дочь старшая сказала, что мама, вау, ты так молодежно выглядишь. Теперь я знаю, что полным женщинам тоже можно выглядеть. И модно, и удобно. До финала второго сезона проекта «Леди Мармелад» дошли 14 участниц. От 23 до 55 лет. Это представительницы самых разных профессий. Среди них музыкальный педагог, помощник нотариуса, визажист, парапсихолог, учитель математики. Кстати, некоторые из конкурсанток ради перемен в жизни даже приехали из других городов. Катерине мы подобрали более светлый такой цвет волос, такой благородный. Убрали длину, открыли лицо. Такие красивые лица. Нет смысла прятать под волосами. Это самое страшное заблуждение. Прямо вот вранье. Когда говорят, что чем полнее лицо, тем больше должны закрывать волосы. Нет, это неправда. Это все обман. И это все, не знаю, настолько тебя питает эмоционально, да? Такой заряд огромный получаешь эмоционально. И тебе кажется, что ты можешь смыть город. Ты можешь успеть 50 дел, 100 тысяч, я не знаю, сколько дел. Поэтому, наверное, меняешься вот так именно, что ты чувствуешь себя сильнее гораздо, во много раз. И что ты можешь все. Что ты можешь все успеть и можешь сделать. Меня больше всего поразило о том, что есть очень много таких же девушек, как я. И они очень все позитивные. И с ними очень приятно, интересно общаться. Для меня это выход из зоны комфорта. То есть я очень стеснительный человек, очень замкнутый. Поэтому, собственно, я и пошла, чтобы как-то раскрепоститься и показать себя в новом свете. Перемены, как и внешние, так и внутренние – это всегда тяжелая работа. Но, как признаются участницы, этот путь надо было пройти, чтобы научиться быть уверенной, а в конечном итоге и счастливой. В этом проекте необходимо участвовать девочкам плюс сайз. Потому что нужно выходить из зоны комфорта, чтобы почувствовать вот этот драйв, вот эту жизнь. Это всегда порция любви к себе. То есть любое мероприятие, связанное с красотой, когда ты ухаживаешь за себя, занимаешься там, 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 там. Это некий пройденный этап в жизни, который должна, наверное, пройти любая мышка, чтобы преодолеть какие-то страхи над собой, то есть над своим внутренним миром. То есть что ты все сможешь, что у тебя обязательно все получится. Одеваешься, фотографируешься, то есть ты все фокусировал на себе, и ты узнаешь про себя, как тебе хорошо вот так надеть или вот так накраситься, вот с такого ракурса сфотографироваться. То есть это информация о себе, нечасто позволяешь так много думать о себе. Когда идешь на конкурс, то есть новыми яркими жизнь сияет, и поэтому я всем советую, девочки, идите на конкурс, даже не пожалеете нисколько. Очень крутые психологи, очень крутые организаторы, то есть очень сплоченная команда, то есть эти люди на самом деле дают уверенность тебе в себе еще больше, больше, и дальше только двигаться вперед.